Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Ваидханан. Наша недельная голова начинается словами. И обращался я за милостью к Богу в то время, говоря, «Дай мне перейти, и я увижу эту прекрасную страну, что по ту сторону Иордана, эту прекрасную гору и Ливанон. Но Всевышний разглядывался на меня из-за вас, не слушал меня, и сказал мне Бог, полно тебе, не говори мне больше об этом». И, как всегда, за простым смыслом сказанного раскрываются другие уровни понимания Торы. Ремес, Драш, Сот. Посмотрим, о чём они. Гематрия – это раздел кабалы, который занимается изучением числовых значений слов. Тут открывают нам мудрецы, в нашем, здесь, этом пасуке, числовое значение слова «Ваидханан» и «молился о милосердии». Оно равно 515. 515 раз молился Всевышний Маше, говорят мудрецы, чтобы войти в землю Израиля. И в этот момент Всевышний говорит ему, что если ты только помолишься всего ещё один раз, я буду вынужден выполнить твою просьбу. Как бы мы поступили? Конечно, мы бы продолжили молиться, просить о том, что мы хотим получить. А как поступает Маше, он перестаёт молиться. Что происходит? Так всю жизнь он хотел войти в землю Израиля. Упрашивал Бога после того, как он ему сказал, что он не войдёт. И тут он отказывается войти. Что происходит? Объясняет эту ситуацию известный комментатор Торы, Мальбин. Так. Каждый из нас проходит несколько стадий развития. И каждая эта стадия характеризуется разной степенью ответственности. Когда мы ещё дети, мы не можем полностью отвечать за свои поступки. Но что есть отвечать? Мы не можем полностью расплатиться за них. Когда ребёнок разбивает чашку, мама может его поругать, наказать. Но ребёнок не идёт и не покупает чашку вместо разбитой. Становясь старше, мы можем расплатиться за всё больше и больше результатов наших действий. Точно так же происходит в духовном мире, когда речь идёт о нарушениях воли Бога. До 13 лет за ребёнка несёт ответственность папа. То есть именно он рассчитывается за поступки ребёнка перед небесами. Чем взрослее становится человек, в прямом и переносном смысле, то есть чем более по-взрослому он понимает значение прегрешений, шаг за шагом поднимает планку законов, которые он исполняет, чем серьёзнее относится к соблюдению законов Бога, тем всё более растёт его уровень взаимоотношений с Богом, поднимается на новый уровень. И этот уровень выражается в способности рассчитаться за свои поступки, брать на себя ответственность за всё больше и больше их количества и качества, уровень и степень исполнения. Если мы посмотрим на это со стороны Всевышнего, то у него есть также несколько уровней взаимодействия с нами. Есть уровень четырёхбуквенного имени Юткей Вавкей, отражающего Рахамим, высшее милосердие. На этом уровне Бог не применяет наказание за грех и нарушение закона сразу. Он ждёт и ждёт нашего взросления, нашего раскаяния, чувы. Это и есть милосердие. Ничего не прощается. Кто думает, что Бог на уровне милосердия добренький и прощает, к сожалению, это не так, ничего не прощается. А милосердие заключается в том, что наказание, оно откладывается и может быть аннулировано, в том случае, если будет чува. И есть уровень Илаким. Это уровень всесильный. На этом уровне всё по закону, всё по суду, всё по справедливости. Нарушил, получил, по заслугам. И справедливость, она заключается в том, что мы просим часто Всевышнего, ну я перевёл старушку, так где же мне награда? А когда мы позволяем себе, не знаю, взять и записать что-то в субботу, нарушая при этом важный один из 49 запретов в субботу, или срываем цветочек в субботу. Я уже не говорю о том, что мы говорим часто о переноске, о включении света, о таких вещах в арке. Да, ну какие-то мелочи кажутся, что нам, ну что такое, сорвал цветочек, чтобы понюхать. То мы говорим, ну что тут такого? Бог простит. К сожалению, не простит. Но милосердие заключается в том, что он отложит наказание. Так вот, по справедливости, по суду, это когда что заработал, то получил. Награду или наказание. Что заработал, то получил. И мы знаем, что мы получаем различные страдания в этом мире, часто для того, чтобы рассчитаться, расплатиться, очиститься за свои поступки в этом мире, выйти в будущий мир, на следующий этап своей жизни, чистым. И такой уровень, когда человек живет в формате «все по суду», не рассчитывая на милосердие Всевышнего, стремляясь ничего не нарушать, а если нарушил, то хочу рассчитаться сполна в этом мире, то есть во взаимодействии со Всевышним на уровне Эллу Ким, это, понятно, высочайший уровень, недостижимый для простых смертных. Так вот, именно на таком уровне был Маше Робейн. Именно и только про него сама Тора свидетельствует, что Маше Ишелоким – человек всесильного. И именно это являлось подоплекой этого диалога, который нам здесь был приведен. Маше Робейну со Всевышним. Всевышний ему говорит, прекрати выманывать у меня разрешение войти в землю Израиля. Мне для этого нужно спуститься на уровень Юткей в Авкей, или подняться скорее. А тебе лучше остаться на уровне Эллу Ким, тебе лучше сполна расплатиться за свои поступки в этом мире и остаться совершенно чистым и совершенным в своем будущем мире. И, как мы сказали, Маше принимает это и перестает молиться. Но за этим стоит еще один важный аспект. Ведь говорят наши мудрецы, что изначальный план Всевышнего действительно был такой, что Маше зайдет в землю Израиля, завоюет ее, построит храм, и тогда это будет уже мессианская эра. То есть Маше Робейну выполнит функцию Машееха, станет им, произойдет исправление мира, храм будет стоять вечно, который он построил, и мироздание перейдет на другую форму развития. Но случилось то, что случилось. Случился грех разведчиков, который проиллюстрировал, что уровень народа, он не такой, как требовался для такого развития событий, как планировал Бог. И Бог изменил сценарий, постановив, что все поколение, участвующее в грехе разведчиков, должно умереть в пустыне и зайти в землю Израиля. Вот недавно, три дня назад, было 9 ава, когда случались все несчастья. Это было следствие греха разведчиков, мы об этом говорили. И до сих пор это продолжается, пока грех разведчиков не исправлен, пока мы изменили отношение к земле Израиля. Они вернулись все в землю Израиля, они построили третий хам. Так Бог говорит, что это поколение разведчиков, участвующих в грехе, должно умереть в пустыне и не зайти в землю Израиля. Но мы говорим о Маше и его идеологии с Богом. Так вот, для Бога очевидно то, что не видит Маше. Для него очевидно, что если Маше войдет в землю Израиля с этим народом, то есть с народом на этом духовном уровне, и построит храм, дом Бога на земле, тот храм, который должен стоять вечно, то поведение народа, находящееся на уровне несоответствующего этому, приведет к тому, что нужно будет уничтожить народ. Ведь что такое храм? Это своего рода трансформатор божественной энергии. Через храм божественная энергия спускается в этот мир, передается еврейскому народу и далее распространяется на весь мир. Но когда приемник не может принять энергию такого уровня, не в состоянии, не соответствует по уровню, тогда существуют две возможности изменения системы. Или разрушить храм, или уничтожить народ. Но храм, построенный Машехом, он не мог быть разрушен. И тогда оставался только второй вариант – уничтожение народа. То есть, как мы видим, вход Маше в землю Израиля был плох и для Маше, и для всего народа. И говорит Бог, Маше не делает этого. И Маше не делает. Это величайший пример и урок для нас. Открывая всю эту внутреннюю кухню происходящего в тот момент с Маше Рабейну, мудрецы хотят, чтобы мы выучили уроки каждый для себя сегодня. Бог хочет нам добра и на уровне Ашгаха Пратит, лично для нас. И на уровне Ашгаха Клолит, на уровне общества, частью которого мы являемся. Нам нужно слушать Его и выполнять Его волю, а не стремиться достичь своих целей. Достигнув их, нарушая волю Бога, нам не поздоровиться. И это уже место для промежуточного Лахаева. Но есть в этом еще одна интересная тема. Это значение молитвы. Ведь может показаться, что все 915 молитв, которые Ваид Ханан молил Всевышнего Маше Рабейну с просьбой войти в землю Израиля, пропали зря. Так значит молитва, не дай Бог, не работает? Нет. Молитва работает всегда. И эта тема заслужит отдельного урока и примеров. Но попытаюсь кратко на нашем же примере Маше Рабейну и входа в землю Израиля. Мы помним еще пару недель назад в главе Матод колено Рувена Гада и полк колено Маше добиваются, чтобы Маше отдал им землю за Иорданом. Земли Муава, Амона и Эмона. И нам известно, мы говорили об этом в главе Маосей, что Всевышний отдал нам земли 10 народов, 7 из них было заповедовано войти и завоевать в земле Израиля сразу, а 3 других будут нам приобретены во время Машеха. И тогда земля Израиля распространится сначала на эти территории, ну а потом и на весь мир. Но первым шагом будут именно эти земли. И главы Колен, Рувена, Гада и Минаше добиваются, чтобы Маше дал им эти земли еще до завоевания земли Израиля. В результате спора и Маше соглашается, что по сути означает это согласие Машеха, что теперь они приобретают эти земли. Это означает, что евреи получили уже земли Муава, Амона и Муава на тот момент. И в каком-то смысле опередили ход истории. А значит эти земли уже стали частью расширенной земли Израиля. А значит Маше Робейн уже находится сейчас в земле Израиля. И тогда может спокойно идти внутрь земли Израиля, куда хочет, в том числе и по ту сторону Иордана. И мы видим, что в нашей главе Бог говорит Маше, ты хочешь посмотреть на землю? Взойди на вершину Пизги и взгляни на запад, на север, на юг и на восток. И посмотри своими глазами, ибо ты не перейдешь Иордан. Что говорит Бог? Если Маше смотрит на землю Израиля во все четыре стороны света, вокруг себя, то это означает, что он уже в земле Израиля. И Всевышний не говорит, не взойдешь в землю Израиля. Он говорит, не перейдешь ты этот Иордан. Значит Маше уже находится в земле Израиля, а только через Иордан он не перейдет в ту часть земли Израиля. Все-таки по всем тем причинам, о которых мы уже говорили, он не войдет в ту часть. Окей. Но что мы видим? Что молитва Маше на каком-то уровне таки да сработала. Он таки да вошел в землю Израиля и был похоронен в ней. И это нам иллюстрирует силы молитв. Это нужно понять. Молитва работает всегда. Если она не сработает прямо, и мы не получим то, чего хотели, то, чего просим, то это означает, первое, что нам это не нужно, что это может нам навредить, и это важно понять. Второе, это мы получим эффект в чем-то другом. Молитва обязательно принесет нам пользу. Конечно, еще много и много составляющих, которые делают молитву доходимой до Всевышнего, и тут можно их кратко перечислить, это, собственно, личная чистота. Не буду тут распространяться, то есть духовная чистота, это всем понятно. Второе, это установленные временные рамки. Есть время, когда молитва вряд ли пробьет и будет услышана. Например, молитва Шма Исраэль, сказанная утром после окончания третьего светового часа, не принимается, и заповедь сказать молитву Шма не выполняется. Третье, это наличие прегрешений. Каждый созданный нам грех создает злого ангела, который стоит и препятствует прохождению нашей молитвы Всевышнего. Ну, каждый знает про себя, какая вероятность дохождения молитвы. Миньян и синагога. Самая сильная молитва в сочетании этих двух факторов. И если выбирать, то тогда в Миньяне предпочтительнее, чем в синагоге. Пятое, это настрой и намерение. На намерение во время молитвы. Собственное намерение. Собственный настрой. Еще много и много можно говорить о молитве. Но мы тут говорили о Машарабейну внутрь, скрытых процессах в божественной канцелярии, куда мы заглянули, которые иллюстрируют для нас, что не все, что мы хотим, полезно для нас. Не все, что нам отказано, нужно рассматривать как наказание. Все, что нам делает Всевышний, хочет нам только добра. И дает нам, в самом деле, лучшее в каждой ситуации, в которой мы провели себя сами. И это добро и есть на личном уровне, и на уровне всего народа. И присмотревшись, чаще всего можно понять эти все вещи. Поэтому браха вы от слаха, благословение и успеха нам во всем понимании того, о чем мы говорили, во всех наших делах, в молитвах, в изучении Торы, в добрых делах. Это то, на чем стоит сейчас мир. И всегда ставил еще Кшиман Праведник об этом говорить. Остаемся и дальше в поисках смысла. Продолжение следует...